наконец-то у нас зима похоже на зиму стало идем наш курятник тут коты стрекоты здесь даже если нет солнца все равно нажаривает теплее чем на улице безусловно кусок мяса своего утащил не пойми куда вот кошки тоже растаскивают все в опилках мамочки родные покажу вам то как не должно быть их как я с этим буду бороться вот видали что у них тут за грязь за грязище жижа сплошная все я сейчас все это буду выгребать и мыть и гнездо буду менять девчонки милые извините была я значит в москве долго неделю потом на три дня приехала 5 неделю и скоро снова уеду не по своей воле запустил я свою любимую птичку да вот у нас лососёвый загорский с ним живут три кучинки девки крупненькие вот яичко сейчас а здесь место занято извините а здесь у нас петухи которых мы никак не можем решиться отправить в суп потому как они ну просто хорошо что солнце нет вы бы тоже сказать что их нельзя в суп потому что на солнышке у них ну такое оперение безумное просто они конечно красавцы бесподобные им нужно все это дело в забарахлить потому что у них поселка свежее их меньше особенность содержания в теплице в том что дамы и господа здесь не как вы не отрегулируете влажность при условии что здесь гораздо холоднее чем в любом помещении в любом случае плюс ко всему здесь со стен сверху вниз стекает эта вода из боковых стенок тоже и она же попадает у вас на подстилку то есть ваша подстилка намокает еще из-за воды даже внизу если вы посмотрите видите не высыхают особо эти опилки пока здесь не будет реально солнечной погоды когда у вас прям разжаривает и можно открыть сверху окна и форточки и проветривать здесь все равно температура придерживается на уровне нуля плюс 5 плюс 3 вот так то есть для птицы это не опасная никакая не неприятная температура но для ну для яйценоскости конечно лучше бы повыше вот к нашему удивлению наши лигорн мини лигорн карликовый лигорн все грязные как чушки потому что у них тоже все надо менять но они несутся и несутся с хорошей достаточно периодичностью вот я думаю что и под этой мадам уже есть яйца сейчас давайте проверим хотя куриц лучше не сгонять вот видите яйца тоже грязные тоже все короче надо менять прости пожалуйста девонька меняем так но сегодня их будем баловать у кур значит сегодня будет красная икра потому что новый год потому что это наверное идеальный вариант рыбьего жира поэтому поставим сначала так потом поменяем местами и идем за шуруповертом откручиваем доски меняем у них всю подстилку ноябрьский вечер наконец-то мы встретились порывистый ветер машины дальним слепят ренатик все курит сука никак не накурится дует ветер сурово женя прикольно же мурица не важно где ты дома или в дурке учишься в минске или пьешь на погрудке инженер ты или горишь пухотур наливай еще сыграм и пойдем топтать кур безусловно такая процедура это все таки травма для птицы вот таким образом все я сейчас уберу и все помою и засыплю новым одним из элементов мероприятия лечебно-перфилактического будет вот такой поддон я налью туда спирта и сейчас увидите дальше что сделаю вот эту половину вычистила и поставила сюда вот этот поддон с видите да спиртик там буду пользоваться тем что сейчас они здесь толкучка устроит и они обязательно все лапами сюда влезут от микротрещин на лапах и лапы заодно помоем и от всяких этих наростов болячек всяких бородавок на лапах от всякой фигни это полезно ну и вообще зима ничего не плохо если они ножки в спиртике по помочь чуть-чуть домой зла все поехали вот это вот откручиваем а чуть не прибила ребенка ребенок кошку мучает в общем тоже со мной здесь стать совсем до в теплице не пахнет какашками хорошо да нормально свежий воздух да ну вот то что мне надо из гнезда все 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 вытащила все лапы там у меня намочили вон вообще в тазу сидят вот видите петух тут как тут вот они топают шлям дают по водочке и сейчас чуть-чуть еще туда чищу в этом углу начну гнездо обихаживать и засыплю все опилочками 2 не успею вам показать уже темного сейчас уже даже лампа до зажглась сколько получилось помета вот этот сашкин стандартный бройлерный таз я не знаю сколько он если честно квадратный и я уже оттащила вот туда видите у калитки стоит тачка и два ведра целых я вам показывала наверное это для курятника тоже для чистки помета такие большие ведра 15 литров и все неразбитые видите подстилка еще комья но и с этим они справятся очень хорошо опилки немножко подмерзшие стояли в другом месте здесь бортик поставлен здесь еще нет внизу поменены в нем уже сидит курочка я их тех сегодня сбила с этого дела с панталыку так что думаю что сейчас у кого уже на подходе они должны в принципе в гнездо вниз опилки опилки сухие сверху сено сверху я сейчас поставлю загородку это ржбант нас железный чтобы они вот там вот не сидели тоже сверху сами понимаете что будет там будет вечно сидела вае вечно все будет загажено ну вот ребят следующий день уже сегодня у меня по плану вторая сторона вторая чистка я не успеваю делать все за один день у меня еще маленькая девочка моя доченька поэтому я извиняюсь вот так все растягивается в общем по времени так вот наша нечищенная сторона вот наши петухи на нечищенной стороне но у них кстати еще вами ничего хочу сказать подстилка сырая все равно будет течение двух дней после того как мы заменим ее на новую вот она уже начинает оцаревать потому что это теплица влажность сумасшедшая так здесь я им оставляла поддон с головами и они благополучно все засыпали вот в общем так они у нас будут существовать внизу я сделала новая лигорну и вот кстати у нас уже там результатик сейчас я достану вот видите все яичко чистое хорошее сухое мне очень нравится устраивает поэтому вот такие гнезда надо периодически менять я меняю но все равно не спеваю бывает часто это делать вот у нас двоичка кученки снесли кстати хороший яйцо вот для инкубации размер хороший цвет хороший вот тут немножко испачкана ничего я думаю что слаб они тоже тут наносят гнезда яйца убираем и вот что получается у нас здесь они сейчас лапами своими все раздолбили все комки которые были в замерзших опилках к ничего страшного так водичку надо будет им поменять закончилась все у них есть вот такие вот курочки в теплице значительно конечно ну как значительно не очень значительно но градусов 5 точно особенно днем она выше нагревает чем окружающая среда за окном у нас 0 как всегда ну значит здесь где-то градусов плюс 5 градусник раскаливали еще наши индейцы так что новый я никак повесить сюда не могу вот здесь тоже яйцо но вот здесь вот стадобище видите надо все менять в общем все это сейчас будет поменено икру доели банка валяется а вот чего со всех воды то нету вы икру доели красную но все ясно с вами но все чистим день 2 ну вот еще подарок нашим курочкам значит красная рыба кита по моему вот в общем то с новым годом курочки сейчас будем варить зерно на этой рыбе скорлупа третий заход от вывода наших кобов ставлю на печку вот так и она мало того что прокаливается она еще и высыхает хорошо и удобно измельчать это сашка кашу варит кстати настоящий хлопья видите эти просто просроченная пачка каша было детей это пшенка потому что зерно видимо крупное какое-то вот он так пропаривает его здесь а мы же с вами вот что сделаем еще по яблочку да да один курам в наших загонах и на три головы сейчас я по карманам распихаю и на все остальные головы еще три яблочко наверно вот это пусть будет и какой еще ну и а вот это немножко темнеть начала да и вот это отнесем эти даже пятно есть нашив большой курятник три штуки на всех и по одному в каждую клетку так девчонки вот так сделаем наверно вот так до 2 нет вверх не буду 2 они огрызки прав кинут даже не слушаются когда внизу едят и девчонки вам тоже яблочко наши мальчишки и наши малышки яблочко вот так вот там у них видите стоит это скрупа как предыдущие партии просушенных яиц сразу все не помещается этот поддон поэтому после вывода я делаю это частями так четверо нас еще двоечка такие хорошие эти мы у правда пальцем сейчас уже все извозит грязно своим а у тебя есть тоже можно возьму пойдем убирать памят наконец-то уже гараж когда заходишь ноги вытирая об снег натаскала опять там целые кучи говна знаешь я знаю где самая большая куча говна и и никак об снег не вытришь мы про эту кучу молчим успел это открывается на пожалуйста возвращаясь к теме куча говна можете забирать не вынуждена была выключить свет но потому что провод внизу вот здесь видишь в розетку идет и я же сняла через него не ты зефир несешь курочка давай не зефир клади курочкам вот сюда давай вот сюда хоть вот сюда к ним клади да этот зефир любит курочки очень любят маленькие ледышечки да ты вносишь вкусные зефир и снега прекрасно иди выходи сюда кулинар мой сладкий одну половину вычистили здесь кур умудрились содрать вот это вот обшивку часть тента который саша тут им положил они уже давненько его ободрали и умудрились половину опилок вот там выбросить вот сюда видите вот темный холм вот эти опилки ставим ванночку им корыться но уже отработанная схема и все сейчас снимаю вот эту загородку вычищаю этот край и меняю все в гнезде домой птички поехали вот мы вычистили вторую часть курятника уже на улице сумерки совсем и сейчас на курочкам загружаем свежие опилки до делаем гнездышко и идем домой ну вот в общем то и все петя выполняет ту работу которую я уже сделала я устроила уже им гнездо но ему нужно ведь еще тут поважничать всю стену с греб со страниц выходи уже с гнезда выходи вот ученки хорошо гребут они все эти комья разобьют в общем опилки это не первый сорт конечно вот они уже начинают тут подгребать все это дело будет вот так все ровненько и гладко вчера здесь были колту на эти большие но все в общем получилось еще отсюда 4 ведра я вынесла 15 литровых точнее не я вынесла до сашка вынес вот такие уж у нас жительницы нашего курятника ли горнка страшные все грязнючие но ничего простите девочки сидит копа видите сгонять нельзя сидит а там валяются вон войны в этом попил я уже валяются в пили точно надо вам вопил еще этого золы подсыпать да девочки раз уж вы валяетесь хотя бы хотя вы чушки еще больше будет конечно ой ужас какой они этими хвостами обтирают стены вот эти влажные и грязные и короче получается совсем они чушки чушки кученьки такого или не делают или на них не видно уселся уселся выходи отсюда уселся попа толстая да посмотрите что творит весь прям съерепенился девочки сами все устроят заботливый такой у нас петушок этот ну просто вообще вот кстати выбирайте петуха смотрите чтобы он курчик первых звала не сам налетал есть чтобы он гнездо ему таптывал это прямо они очень любят такое обходительное обращение с собой вот они мои девчонки вот они роют там все там каш ничего пожрать уже нету но все каком я не разобьют очень хорошо ну прям и заботился чувствую я прямо будет наверное цеплят 200 тебя не иначе все всего доброго до свидания оставайтесь с нами постараемся вам показывать новые интересные видео и здоровья вам и ваши птицы потирайте ноги потираем ноги до идеальные ноги видите мои ноги вас устраивают мои ноги пойдет у меня руки грязнее вот и